Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос такой, что делать, если попал на приход к Мадостарцу, ну а сам еще в вере не утвержденный, и ближайший приход другой, 200 километров. Как быстро по ситуации? А что, очень хорошо. Был такой великий святитель церкви Григорий Палама. Его уже в 32 года почитали как старца. Если ваш старец молод, он долго проживет, он является правильно рукоположенным священником, он совершает Евхаристию, он читает в фраме Евангелие. Вы можете ему исповедовать свои грехи, устно или письменно, и что, какие тут могут затруднения. Если то, что он говорит, как-то не очень вам по духу и по вкусу, ну, это всегда можно принять сведению, но не обязательно это воспринимать как некий категорический императив для вашей жизни. Вот. А то, что, как говорится, молодые священники часто начинают, у нас даже есть такой термин, который возник чуть не сто лет назад, начинают кронштатить, то это явление довольно обычное. Потому что, ну, все мы люди неторопливые, у всех нас не хватает смирения, не хватает жизненного опыта, поэтому часто человек хочет быть сразу кем-то, чем еще пока не является. Это случается не только со священниками, это случается с молодыми людьми, которые в тюрьме сидят, которые хотят, ну, без труда сразу много денег получить, и так далее, и так далее. Это, в общем, явление довольно обычное.